итак собраться и мы продолжаем наш сценарий священная война 42 если вы вдруг не подписаны для подписывайтесь а мы же сейчас переходить в полноценную контратаку потихоньку конечно поехали на юге гору мы успешно удерживаем начинаем постепенно небольшим локальным окружениями лишайтесь противника поиск здесь также наши танки поджимают тоже будем делать кольцо какое-то окружение его сжимать пытаются здесь немцы куда-то проникнуть но там вряд ли у них получится москвы все дальше мы отталкиваем противника потихонечку потихонечку самое страшное нам сейчас сталинград надо бояться и кое-как блин город господи как он держится но конечно без снабжения держаться нет очень приятно и это видно это видно есть проблемы степенно враг истощается поэтому вряд ли он его возьмет ближайшее время но определенно опасность есть но других местах каких-то направлений от других то только улучшается это лучше и лучше и помните наши войска здесь были под угрозой окружения ну теперь мы достали карточку у на и теперь немецкие войска здесь вот-вот будут окружены и вот по 2 родинам окружение почти завершилось здесь все еще так себе здесь мы бесконечно пытаемся пробиться к ленинграду пока не очень получается вообще ленинград имеет шансы быть дан но шансы не слишком большие мы будем до последнего держаться мурманске тоже ситуация не слишком простая потому что здесь нас постоянно норовят выбить финны у них на снабжение есть но потихоньку потихоньку налаживается снабжение хотя бы по воздуху на юге очень успешное окружение она румынских дивизий но также и и плохой части немецких дивизий можно теперь мы здесь усилить наше давление и победа красная армия по москву прекрасно поворота момент в истории второй мировой под москвой и вот немецкая группировка здесь будет полностью уничтожена а мы не останавливаемся и продолжаем освобождать советские земли то есть параллельно в общем-то выбить и подокупировать точнее по окружать по максимуму вражеских дивизий мы сфере выбили еще одно укрепление у финнов вот здесь вот что мне очень нравится потому что теперь мы здесь стоим на третьем укрепе это приятнее и вот нас есть комсомон следующий фокус готов очень приятно у нас очень важно фокусы поднабрать и если я пойти вот сюда здесь неплохие бафы либо отсюда что тоже дает нам неплохие казалось бы бафы но в первую очередь мне нужно ищики исследований да не очень их это исследование мне нужны танки исследовать и для авиации много всего и в пехоте куча всего просто везде всего не хватает еще и синтетику надо выучить ну что резина нету и можем поставить еще один здесь баф себе из интересного здесь есть это атака защита на национальных территориях и ну да это мы и возьмем у нас еще приятным было бы здесь и тнп и каких лента переловить но нпс полезного действительно и расход припасов но пожалуй вот это конечно сильно но нет я дострою сейчас там же него здесь вот чтобы здесь можно было развивать наступление после чего мы будем пробовать как-то мурманску пробиваться с юга а что до 20 как обычно еще один хорошо куда на связь к женщине снайперов не надо чем но ладно я вроде уже его видел видимо периодически у нас будет он прям войны выскакивать хорошо операция факел выско американцев на побережь узкой северной африки я полагаю скриптовый спавн девяти наверное минимальное сопротивление прекрасно и вот уже наши новые танки реорганизованы с нормальной броней конечно но не совсем нормальной но получше а еще и немцам не хватает этого уже имеют щитки и воронеж скоро будет взят здесь мы уже неплохо так отпушили немцев прервали снабжение здесь между батуми и в общем то ну между турции и германии я бы так сказал сейчас здесь островок обезопасим побольше на севере ленинграда все так же хреново но надеюсь скоро мы это сможем подчинить у нас появилась первая доктрина рокоссовского теперь вопрос куда это применилось вот сюда да применилось сложно сказать здесь она либо ну в целом похода на все работает что здесь это на все работы на счет это по идее должен работать на все шикарно это нам очень поможет я думаю ну и можем сразу счастливы еще там минус опыт армии что грустно и минус политка что тоже грустно но пафа слишком сильное чтобы их не брать вреди турки выходят они поняли что что-то идет не так и шили они покинуть наш территории ну неплохо неплохо для нас вас есть возможность замериться с турции если мы либо оккупируем сколько-то либо 850 тысяч 850 тысяч вряд ли нанесем но вот оккупировать наверно скоро сможем это здесь смотрите кому уже очень скоро сможем вообще и за с этими войсками снабжение конечно туда не пройдет скорее всего не достанет этот пункт снабжения будет очень кстати ну и вот эта морская база позволит здесь по крайней мере укрепить нашу защиту возможно и сеть мурманск обратно более того через девять дней заканчивается стресса архангельска камере портов там и мы сможем получать дополнительные во-первых поставки снаряжения различного что нам пригодится у нас есть некоторые проблемы скажем так во-вторых получать себе еще подешевле ресурс ну фактически резину здесь мы смогли вернуть ржев но и сажаем по идее наш приняли должна прям очень приятнее пойти особенно учитывание здесь там же не должно быть а похуже покранили вот здесь лично все так же я пока думаю как ленинград вернуть но вот по идее вот-вот мы словим их здесь пункт снабжения без пункта снабжения вот этого я кстати особо и не вижу где у них снабжение еще будет ой вот она разблокировать доставку поставок нас появляются огромные субсидии от of британии америки грузовики артиллерию и топку можем у них почти бесплатно вообще бесплатно видимо получить он и затем он просто вот так вот еще можем попросить у них также какие-то припасы они судя по всему что-то дадут прекрасно конечно каналов у нас сразу не будет но тоже кто-нибудь нам даст и я думаю заказов мы в первую очередь будем получать себе самолеты обязательно вот эти символики мы получили ну что-то великолепное но четыре сотни это четыре сотни нам они определенно помогут а и мем нам дали возможность закупаться скидочки так сказать дали бесплатный закуп только закупаться мы-то закрытой экономикой не можем забавно что здесь не добавили какую-нибудь не знаю госплан свою экономику советскую это имел оптойку также прокладываем сразу сюда железную дорогу а что она будет строиться очень медленно но постепенно проложим будет неплохо всякая на всякий случай дополнительный gd в обход вот этих вот территории полезно это очень много где нету дивизию немцев эти большие бреши во фронте и насколько же на самом деле вот это их душит в этом плане и это будет рушить еще два с половиной месяца что очень приятно и через три месяца я могу нажать это снова и мы это нажмем снова я начинаю вот здесь вот объясняет дивизии потому что весь у них слишком мало боеспособности значит да пора уже делать так чтобы как-то они получше себя чувствовали и говоря немножко улучшит нашу ситуацию с припасами потому что им тебе нужно меньше припасов по идее ой в мурманске теперь ребята имеют еду слава богу и могут начинать потихоньку пытаться атаковать есть там могу нормально перебросить теперь это вот дело все должно стать поприятнее ну и теперь мы пытаемся снабдить ленинград припасами по воздуху потому что до играть или полностью окружен и ситуация там не сильно приятная но этому сейчас мы здесь освободим наши танки развив до конца наконец-таки это наступление после этого попробуем сделать на севере ой мы смогли вернуть мурманск какая прелесть теперь у нас здесь точно все прекрасно осталось только наверное допустим до этой границы и тут как-то сидеть уже дальше благо штурмовики даже здесь помогают ой у нас здесь сразу германия полетела но мы с ними сможем справиться пойти самое главное и ногтей здесь не должно быть снабжение это меня радует а этот под воронежом служил самим тут же пункт снабжения не сам воронеж и вот у немцев тут нету снабжения на вот примерно вот всей вот этой территории осталось теперь к ростову пробиться и юг тоже откажется отреженным практически обскала ростов новороссийск здесь группировка также немецкой станции мертвый формируем немножко наших гранд стрелков чтобы они были под шеф и нужную создаем огнеметные танки чтобы было попроще атаковать неприятные типы провинции эти говорят скоро я могу выдать потом нашим дивизиям и танки на тоже станут не страшны что совершать цель наших танков так как на севере я опять вот-вот возьму волков но вот-вот возьму его уже где-то месяцев я сейчас буду проводить атаку север на юг в танками сюда от ростов отрезать немцев от снабжения здесь и потом уже додавить как-то потихоньку пехоты хотя я сейчас продолжаю давить просто нам нужно истощать 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 продолжать сражаться видите у немцев не хватает и ходки и постепенно будут сейчас а людские ресурсы хотя конечно и ход к закончится первее таким образом мы и победим просто не давая немцу оправиться и в одного из наших ударов и мы успешно защитили все и наши миссии ни один стратегический город сдан не был после того как мы начали управлять это всеми войсками и у нас готовы ящейки исследования можем еще здесь вот это кстати говоря потому что это на все будет работать и целом неплохо но наверное пока это не так интересно как бафнуть нашу авиацию ну и в принципе вот это тоже очень сильный баф который стоит я думаю сделать уже 7 все мы постоянно продолжать атаковать пехотой пока наши более специализированные части вот танковые будут прогрызаться и наносить точечные удары уже так где мы хотим еще прорыв устроить ну я думаю хорошая идея уже заменить снайперов на пт о я выбираю именно снайперов потому что простая по мы не можем убирать из дивизии роту очевидно супер на тоже артиллерия известно что мы можем на пехот противопехотную поставить чтобы нас хоть какая-то была такая порт обеспечения тоже нам нужно потому что у нас очень много пехоты если мы ее уберем то ситуация с снабжением станет еще хуже чем она есть сейчас она грустная действительно так что-то снайперов выбираем защищаться нам сейчас не так сильно нужно немножко подкосит конечно нашу защиту но целом мы собираемся наступать а в наступление наши снайперы полезными особо не кажется вот американцев мы запрашиваем пехотку и току звучит как то что на в принципе подойдет потому что танки у нее заказывать было бы прикольно но танки там будут плохого качества а нам такие не интересные нам нужны танки хорошие наши советские ведь мы за загоре взяли новороссийск это очень хороший хороший ход для нас мы здесь таким образом очень много припасов получен дополнительных а мы главное лишим противника у жуков научился воевать с танками это он молодец оборону бронетанковые дивизии беру если кого-то интересует японский фронт он на восточном фронте без перемен есть буквально ничего не происходит я даже полагаю что мы могли бы потихоньку здесь наступать а японцы здесь не выглядит хоть сколько-то страшными можем немножечко немножечко возвращать какие-то территории останем на балканах а это наш друг тита прекрасно можно уже немножко перераспределить наши заводы потому что потом и в общем-то больше части достроили и да теперь пора переходить на самолеты и на танки но для самолетов увы резина все еще нету для танков хотя бы как-то что-то можно покупать это ленинград прям очень уже окружен все еще не можем туда пробиться его уже начали штурмовать это уже плохие новости я чувствую что авиацию нашу придется всю что можно перебросить под ленинград чтобы хоть как-то спасти положение если мы сразу здесь сделаем зеленый воздух и идей должно все стать прям прям лучше лучше но вы как зато кстати теперь под штурмами может с точнее мы не может быть пробьемся здесь скорее всего и нам устроили вот сюда высадку японцы соболезную японцев японцам которых сюда высадили как говорится что припасов там нету даже у наших войск я уж не говорю про их войска и морских баз здесь тоже нету вы и мы наконец-таки взяли волков это чисто как наш вердан пожалуй бесконечные вышли битвы но конце концов мы победили в этих битвах а значит можем теперь вообще-то продвигаться дальше и скорее все успешно опять-таки немцы сюда перебросили авиацию же но нас очень хорошие шансы здесь под авиации пропушить и освободить ленинград из одного станет на балканах допустим и так я взял следующий баф можем теперь мы так она сразу открывает верно давайте проверим или я там матери можем это брать это очень сильные бафы поэтому да мы будем это брать обязательно так вот дальше у нас есть очень тоже много вариантов разных здесь куча всего полезного но я пожалуй возьму все-таки дорогу жизни что для снабжения вообще это полезная тема зимние вот эти вот потери это сейчас нам будет приватим что зима кончается а вот снабжение полезно и дальность тоже неплохо учитывая что мы сейчас здесь воевать на кавказе где у нас это снабжение пример находится на другой планете и здесь немножечко забавно получилось ребята вот здесь вот прошли и на самом деле продолжили наступать из-за этого грубо говоря не довелись просто еще больше войска в окружении но я не против и как-то так выглядит наш сейчас фронт везде зелененькие кружочки практически конечно есть немножко красных ленинград мы не смотрим сталин запретил указом 229 так что нормально я думаю мы вполне себе сейчас потихонечку камбек нет самая главная под разница здесь у немцев заканчивается уже закончилось если быть точным я полагаю так сказать финальная победа будет уже близко кроме того союзники тоже что-то делают по ней мере мы должны в это верить так или иначе с вами был табгай для подписывайтесь если вы вдруг не подписаны лайки комментарии твич скрутбусте все как обычно и до скорых встреч всем пока